Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать седьмую книгу Священного Писания Ветхого Завета, книгу «Судей Израилевых». Мы читаем эту книгу в переводе российского библейского общества, и сегодня у нас четвертая глава. Напомню, что книга «Судей» говорит об очень сложном, очень смутном, об очень тяжелом периоде в жизни израильского народа. После того, как Израиль вошел после странствий по пустыне в землю обетованную, Израиль столкнулся с тем, что эту землю населяли страшные, жестокие люди, поклоняющиеся идолам. И с этими местными населениями, с этими народами израильтяне то воевали, то перемешивались и сами впадали в идолопоклонство. И вот когда израильтяне впадали в идолопоклонство, когда забывали истинного Бога, Бог оставлял Израиль, и Израиль попадал в вассальную зависимость, оказался завоеванным вот этими страшными, жестокими соседями. И когда израильтяне вспоминали о Боге, каялись, начинали жить так, как Господь установил через пророка Моисея, то Бог освобождал народ израильский от иго-рабства. Это повторялось неоднократно. И вот в третьей главе описывается, как дважды вот такой цикл, можно сказать, проходил. И в 18 лет Израиль был порабощен, потом был освобожден благодаря подзвугу одного из судей израилевых, и затем в 80 лет был мир, покой и благоденствие. И вот четвертая глава говорит о том, что было дальше. Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу. Поменялись поколения. 80 лет — это уже два поколения людей поменялось. Забыли эти новые подросшие дети о том, как важно следовать заповедям Божьим. Забыли заветы своих отцов, дедов, и снова стали соблазняться тем, что впадали в то же самое идолопоклонство, идолослужение. Снова стали творить дела, ненавистные Господу. Эхуд, то есть тот самый герой, когда-то добившийся свободы Израиля, он умер. И Господь отдал израильтян в руки Евина, царя Ханаанского, чьей столицей был Хацор. Военачальником Евина был Сесера, который пребывал во Харашот-Хагоиме. Израильтяне вновь воззвали ко Господу. У Сесеры было 900 железных колесниц, и целых 20 лет он жестоко притеснял израильтян. Вот новый период завоевания, новый период рабства. Железные колесницы, имеется в виду не то, что они все были сделаны из железа целиком. Это были деревянные колесницы, покрытые какими-то железными накладками. И такие колесницы представляли собой очень серьезную ударную силу в армиях того времени. С некоторыми другими народами Израилю легче было воевать. Но вот с теми, у кого были такие железные колесницы, очень тяжело было соперничать на поле боя. И вот Сесера жестоко угнетал Израиль, владея этим страшным оружием, этими колесницами. В то время вождем израильтян была Девора, пророчица, жена Лапидота. Она сидела под Девориной пальмой, что между Рамой и Бет-Элем, в горах Ефрема. Израильтяне приходили к ней и получали от нее указания. Очень интересно. Женщина Девора оказалась судьей Израиля, то есть предводителем, вождем. Она называется пророчицей. И действительно, когда мы будем читать пятую главу, мы увидим, что она воспевает особую песнь пророческую. Песнь Девора — это одна из древнейших частей Ветхого Завета, как говорят ученые. Вот эта песня Девора. Эта Девора призвала к себе Барака, сына Авионама из Кедеша, что в земле Нефалима, и сказала ему, «Господь Бог Израиля повелевает тебе, иди и стань на горе Фавор с десятью тысячами воинов из племен Нефалима и Заволона. Я сделаю так, что сесера военачальника Ивина со всеми своими колесницами, со всеми своими полчищами выйдет тебе навстречу в Кишонскую долину, и я отдам его в твои руки». Девора, женщина, оказывается вождем, и она собирает войско, она направляет мужчину, который стоит во главе этого войска, показывает ему, куда надо прийти, куда надо встать, на гору Фавор, там, где когда-то через много-много лет произойдет преображение Господня. Вот там должно начаться преображение Израиля того времени, из рабского состояния они должны выйти, освободиться, но для этого надо воевать. И этот военачальник, барак, ответил ей, «Если ты пойдешь со мной, то я пойду, а если нет, то и я не пойду». Вот мы в прошлой главе, в третьей видели героя, который проник во вражеский лагерь, убил царя вражеского, а здесь мы видим совсем другой характер. «Нет, не пойду я воевать с врагами. Если ты пойдешь, говорит он Деворе, тогда я пойду, сам я не готов». «Я пойду с тобой», сказала Девора. Конечно, невозможно на такого человека положиться, его отправить. «Я пойду с тобой», сказала Девора. «Но этот поход тебя не прославит. Господь отдаст СССР в руки женщине». Девора пошла вместе с бараком в Кедеш. Туда, в Кедеш, барак созвал племена Заволона и Нефалима, и под его начало собралось 10 тысяч воинов, и Девора была вместе с ними. В ту пору Хевер Кеней, отделившись от племени Каина, от потомков Моисеева тестия Хавава, раскинул свои шатры у Цаанамимского дуба близ Кедеша. СССР донесли, что барак, сын Авенамо, стоит на горе Фавор. СССР привел все свои колесницы, 900 железных колесниц, всех своих воинов из Хорошот Хагаима в Кишонскую долину. Девора сказала бараку, «Вперед! Настал день, когда Господь отдаст СССРу тебе в руки, Господь идет перед тобой». Вот речь Девора, это, конечно, речь пророчицы. Она говорит, «Господь делает так-то и так-то, поэтому ты должен сделать то-то и то-то, с удивительной властью», говорит Девора. СССР узнал, что собрается такое большое войско израильтян и готовится сражаться. Тоже собрал все свои колесницы, вот эти знаменитые железные колесницы, все свое войско, готовится большое сражение. Барак с десятью тысячами воинов спустился с горы Фавор. При появлении Барака Господь перевел СССРу и его людей на колесницах, а все его войско в ужас и смесение перед мечом. СССР спрыгнул со своей колесницей и бросился бежать. И Барак преследовал его колесницей, войско до Харашот Хагаимы, и все воины СССР пали, от меча ни один не уцелел. СССР прибежал в шатер Ейле, жены Хевера Кенея. Род Хевера Кенея был в союзе с Евином, царем Хацора. Ейле вышла навстречу СССРе и сказала, «Заходи, господин мой, заходи, не бойся». СССР зашел к ней в шатер, и она укрыла его покрывалом. То есть сражение проиграно, войско разбито, и предводитель этого войска, вражеского СССР, бежит, спасается бегством, и вот зашел в шатер к одной женщине. Она его приняла, укрыла покрывалом, он лег отдыхать. И СССР попросил, «Да и немного воды, пить хочется». Она развязала мех с молоком, напоила СССРу, укрыла его. «Стоя у входа в шатер, — сказал он ей, если пойдут и спросят, нет ли кого в шатере?» «Отвечай, — нет». То есть СССР как бы прячется в шатле этой женщины, считает, что она целиком на его стороне, что она его слушается, и говорит, «Ну стой, охраняй, пусть у тебя там будет такой пост». Вот. И никому не говорит, что я здесь. Спросят, где СССР не проходил мимо, говорит, нет, не видела, не знаю, у меня его нет. Ель, жена Хавера, взяла колышек, какими крепят шатер, взяла молоток, тихонько подошла к ССРе, и вогнала ему колышек в висок, и пригвоздила его к земле. СССР от усталости дремал. Он умер на месте. СССР заснул, и вот эта женщина, она убила СССР вот таким тоже смелым образом, жестоким, страшным, но по тем временам вот так бывало. Когда появился Барак, преследовавший СССР, Ель вышла ему навстречу и сказала, «Пойдем, я покажу тебе того, кого ты ищешь». Барак вошел и увидел. СССР лежал мертвый, а вискел у него колышек. В тот день Бог даровал израильтянам победу над Евином, царем Ханаанским. После этого израильтяне теснили его все больше и больше, и стерли ей вину царя Ханаанского с лица земли. Вот о таком сражении и о таких удивительных женщинах Деворе, предводительница всего Израиля, и Ель, которая убила главного врага израильтян СССР, повествует. Это четвертая глава. В пятой главе будет воспроизводиться песнь Девора, песня этой удивительной женщины, воительницы и пророчица. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Сегодня мы читали четвертую главу в переводе российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Экзегет. Продолжение следует...